Трудные места писания с библейским порталом «Экзегет». Давайте посмотрим на послание к римлянам, 11 глава, стих 14. Начну с 13-го, читайте на дальний перевод. Павел пишет «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое». Ну, все хорошо, понятно, Павел проповедует язычникам. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Так, ну, во-первых, он противоречит своему собственному главному тезису, что спасает только Бог через веру человека, уверовавшего во Христа. А вдруг он спасет некоторых из своих сродников по плоти? Ну, и часто от людей можно услышать, что там отмолит кто-то кого-то, да, родственников особенно. Это что же, мы спасаем других людей своими добрыми делами? Павел вообще-то категорически против этого выступал. А кто такие сродники по плоти? Мама, папа, тётя, дядя, двоюродная сестра? Ну, вообще, по контексту это иудеи-израильтяне. И, пожалуй, самый большой вопрос, что, значит, возбужу ли я ревность? Ревность – довольно плохое чувство, согласитесь. Во всяком случае, возбуждать ревность в других людях – ну, это такое для Вадевиля занятие. Да, там, нарочно, чтобы какая-нибудь девушка приревновала, парень с другой девушкой ей на глаза попадается. Вот это вот всё, да. Причём здесь это вообще? И каким образом это может способствовать спасению? Особенно спасению израильтян? Ну, смотрите, чтобы это понять, наверное, надо вспомнить, кто такой Павел, чем он занимается. Павел сам о себе говорит, что он иудей, фарисей по своему происхождению, образованию, воспитанию, по всему, по образу жизни до его обращения ко Христу. И он не отказывается от всего этого. Нет, он говорит, что он всё почёл суром в сравнении со Христом, но всё. Не то, что вот это он выбросил, а что-то ещё оставил. То есть, нет ничего более важного. Хорошо. Значит, у него есть сродники. И он ощущает, что от них он отделён всё-таки, потому что большинство иудеев не принимают его проповеди. И он мог здесь обозлиться, он мог каким-то образом сказать, да и горе они синим пламенем. Но этого совершенно с ним не происходит. Он говорит, и об этом довольно подробно пишет он в этих главах, начиная с девятой, что для него очень важно спасение его единоплеменников, иудеев. И он обращался к ним с проповедью, эта проповедь была в большинстве случаев не услышана. А может быть, действительно, вот как девушка на парня не смотрит, а парень гуляет с другой, и она начинает ревновать, и обращают на него внимание. Ну, детский приём, да, такой для старшеклассников, но работает. И он говорит, а ведь то же самое может произойти. Я проповедую язычникам, они принимают мою проповедь, когда иудеи не принимают. И, может быть, иудеи присмотрятся и скажут, чего это они пролезли, мы вот тоже хотим Павла послушать, он же один из нас, он же наш по праву. И прислушиваются к моей проповеди, и эта проповедь, говорит он, послужит им ко спасению. Себя не уважать, так говорить, не правда ли? То есть я буду хоть шутом гороховым, я буду себя выставлять вообще непонятно кем, но для какой цели? Очень часто люди, которые так или иначе проповедуют христианство, они, да и вообще любую идею, хорошую, правильную идею, я не говорю сейчас о каких-то там экстремистах. Так вот, люди, которые проповедуют некую хорошую, правильную идею, обычно себя ставят на высокое место. Обычно они предполагают, что их должны ценить, любить, вознаграждать за эту их проповедь. А Павел говорит, да ладно, я хоть как? Я хоть вот через простое чувство ревности хочу обратить их внимание на свою проповедь, хочу, чтобы они услышали её. И, конечно, вот очень важно, что мы стараемся корректно всё формулировать, спасает человека Бог, а не человек сам себя. Но даже Павел позволяет себе такие богословские некорректные выражения. Почему? Да потому что, ну, как сказать, допустим, Соломон построил храм, да? Ну, не ходил он по стройке, камни не клал, не замешивал там раствор или чего-то ещё, да? Он руководил этим делом, он стал тем человеком, чьи действия привели к постройке храма. В некоторых языках есть такая особая форма каузатив – заставил построить, да? Так вот, я вызвал бы их спасение, говорит Павел, не то, что я сам бы его совершил, но привёл бы их к спасению с помощью этой ревности. И что же, все средства хороши для проповеди? Наверное, не все. Наверное, вряд ли он прибег бы там к шантажу, я не знаю, или к пыткам. Очень нередко, к сожалению, в христианской истории прибегали к такого рода проповеди, когда там инквизиторы с помощью пыток пытались вынудить человека принять правильную с их точки зрения веру. Безусловно, не всякое средство хорошо, но то средство, которое ставит себя на дурацкое место, которое заставляет себя, может быть, не так сильно себя уважать, в нём нет ничего плохого, потому что проповедь христианства, она не про то, какой я умный, красивый, перед вами здесь я сижу, а Павел, допустим, стоит, но про то, что вот какие-то важные вещи мы можем сообщить, каждый на своём месте. Прочитаю свой перевод. «А тем вам, кто из язычников, скажу так, я апостол среди язычников и пославляю моё служение. Надеюсь, что сумею пробудить ревность в моих соплеменниках и спасти некоторых из них». Дальше он добавляет, этого мы ещё не читали. «Если их отпадение ведёт мир к примирению с Богом, то их возвращение будет ничем иным, как воскресением из мёртвых». То есть, смотрите, он верит то, что иудеи, по крайней мере, значительная часть, обратиться к Богу, и он говорит даже то, что они пока упрямы, это для того, чтобы другие могли привиться, для того, чтобы к этой вот ветви он потом сравнивает язычников с дикой маслиной, а иудеев с маслиной садовой, маслиной или оливковое дерево. То есть, другие могли бы привиться, и вот для этого есть эта рана, чтобы привить ветку к культурному дереву, надо на культурном дереве сделать разрез, и вставить туда эту веточку, тогда дикая ветка может прижиться. Если её просто приткнуть, то кора не пропустит никакие соки в эту ветку. И вот, может быть, это неверие значительной части иудеев, это тот самый разрез. Это рана, с одной стороны, но это и возможность для прививки, для прививки дикой маслины к домашней. И это означает, что домашняя маслина по-настоящему ценна. Она не стройматериал, она не на дрова идёт, она то самое главное, без чего, собственно говоря, и спасение язычников невозможно. Ну а почему это, наверное, скорее к другому месту вопрос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.